Фестиваль «Весна в Юргу-2024» проходит в два этапа – отборочный тур и конкурсные дни. Так на сцене театра «Манекен» состоялся первый смотр по театральному направлению в двух номинациях – конферанс и художественное слово. Что касается художественного слова, самое сложное всегда, наверное, это выбрать материал. Это всегда очень… в какой-то степени… иногда это лотерея, иногда это какая-то судьба. Очень важно найти стихотворение, которое трогает, которым хочется поделиться с окружающим. И это было для меня главным этапом в подготовке. А что касается конферанции, то всегда привлекала эта сфера деятельности, общение с публикой, представление других. Поэтому здесь надо было выбрать именно свою позицию по отношению к публике. Оценивают участников жюри, в составе которых актер театра Дмитрий Малышев, художественный руководитель Центра творчества Юргу Ольга Брагина и директор студии театра «Манекен» Роман Ворожцов. В конце каждого выступления они разбирали с участниками ошибки и давали профессиональные советы. Если мы говорим про художественное слово, в художественном слове там тоже много критериев, будь то проза, поэзия. Естественно, это ритмика, для меня это одно из самых важных. Как именно поэт сделал то или иное стихотворение, как он показал, вот смотрите, как я могу рифмовать, и как бы это держать, и какая мысль заложена. Жюри подчеркивает, что главное выступление на публику – это открытость, чтобы человек смог донести зрителям то, что он пережил сам. Вообще главный критерий, когда у нас есть пожелание девочкам читать произведения, конечно, поэтесс или женских писателей, авторов и так далее. Мальчикам читать мужских авторов. То есть у нас бывает таким образом иногда, когда девчонки читают мужские произведения, и не всегда происходит совместимость. То есть очень надо прилагать усилия для того, чтобы спроецировать мужское «я» на женский внешний вид. Весна в Юргу 2024 пройдет с 13 по 19 марта. Принять участие могут студенты любых форм обучения, а также аспиранты и молодые преподаватели первых трех лет работы в составе творческих коллективов, при условии, что они не солисты.